Добрый вечер, уважаемые радиослушки. Как раз сегодня, в пятницу, президент сделал то, что, в принципе, и ожидалось. Провозгласил бюджет и бюджетный пакет, правда, с целым рядом замечаний. Но, может быть, об этом чуточку попозже. У нас на прямой связи посредством скайпа экономист Евгения Зайцева. Добрый вечер. Добрый вечер. Может быть, я такой задам. Первый вопрос, в какой-то степени, я не знаю, может быть, и наивный. Мы знаем, что у бюджета, естественно, есть расходная часть и доходная часть. Но вот как можно вообще в пандемию, с учетом непредсказуемости развития ситуации и в экономике тоже, вообще планировать доходную часть и насколько это все будет корректно, и насколько эту доходную часть можно выполнить? Доходы и расходы всегда надо планировать. Независимо от того, что мы имеем. Просто, когда мы планируем, надо применять соответствующие корректирующие коэффициенты наверх или вниз. Ну, здесь, в данной ситуации, видимо, вниз, да? Да нет, судя по всему, нет. И, к сожалению, судя по всему, правительство господина Каринча, планируя бюджет следующего года, забыло опыт предыдущего финансового кризиса. Угу. Я напомню, кризис в прошлый раз был в 2008 году. Тогда у власти у нас было правительство господина Годманиса. Да, потом перенял Валдис Домбовскис, да? В марте 2009 года. Угу. А фишка там заключалась в том, что принимали бюджет, но, правда, его приняли чуть раньше, чем этот бюджет. На 8-й год, на 9-й год, в 2008-м году его приняли. Приняли его где-то, наверное, в начале ноября, в конце октября. Восьмого года на 9-й год. А потом, в срочном порядке, 7-й собрался, и в последние рабочие дни декабря были приняты поправки в закон о бюджете на 2009 год. Закон, который еще не вступил в силу. Вот была такая уникальная история, что закон о бюджете был принят в нормальном режиме, а потом, в срочном порядке, закон, еще не вступивший в силу, поменяли. И реальный закон о бюджете, реальный бюджет плановый на 2009 год был очень сильно откорректирован. Ну, естественно, случилось это по одной простой причине, что господин Годманис весь год нить понимал, что страна уже упала и находится в ближайшем состоянии кризиса. Первые признаки кризиса 2008 года в бюджете Латвии 2008 года в его выполнении уже появились в марте. Я тогда говорила и отмечала недостачу, недобор бюджета примерно в марте было примерно 5% недобора налоговых поступлений. Поэтому вопрос, как мы будем жить с этим бюджетом, который принят в рамках кризиса. И нигде на уровне правительства, ни в комментариях, ни в пояснениях к бюджету, я нигде не видела сравнения, что и как сделано с учетом кризиса. Хотя кризис есть в бюджете, и потери бюджета, недобор денег мы видели, к счастью, не в марте, а мы видели летом уже. Первые признаки недобора денег. То есть вот то, что мы имеем. Если сравнивать, то у господина Каренща, по сравнению с господином Годманисом, ситуация вот за 11 месяцев чуть лучше. Чуть-чуть лучше. Вот налоговая инспекция, наконец, выдала данные за 11 месяцев. И по доходам, которые собираешь, которыми управляет налоговая инспекция, результат сбор, совокупный по отношению к плану, 85,2%. Хотя нормально план должен был быть выполнен на 91,6%. То есть, по сути дела, можно говорить примерно о 6% недобора всех налогов, которым управляет налоговая инспекция. А у господина Годмана ситуация была хуже. У них недобор был, у них был сбор только 81 с копейками процентов, поэтому у них недобор был 10%. То есть, формально в совокупности, с помощью налоговой инспекции, правительство Каренща недобрало 5% плановых доходов. Ну, по отдельным налогам ситуация гораздо хуже, по основным налогам. И по сути дела, то, что у господина Каренща недобор только 6%, это связано с тем, что перевыполнен план сбора штрафов, перевыполнен план сбора дивидендов, которые в бюджет уплачивают госпредприятия, предприятия с госкапиталом. Они же фактически обеспечивают сбор подоходного налога с населением. И вот, глядя на выполнение других налогов, я могу ответить на вопрос, который был задан в предыдущем часе. Зачем же у нас создали ограничения по закупке товаров по выходным ням-ням? Очень хороший вопрос, да. Ответ очень простой. Недобор любимого ПВНа, ПВН собран только 80% от плана. А норма – 91%. То есть, с одной стороны… Да, это обещает. Да, то есть, вот то, что сказали торговцы, что прошлая пятница обеспечила трехкратный прирост продаж алкоголя, нам дает государству ожидаемые денежки в бюджет. Потому что продажа товаров в розничной торговле – этот ПВН – это чистый прямой доход государству. И таким образом господин Каренч, ну, с помощью своих советников, пополнит бюджет. Почему? Потому что в декабре ростом розничных продаж из-за введенных, я сразу скажу, неграмотных ограничений, связанных с ковидом, сбора не будет. Да, то есть у нас вся торговля обычно живет за счет продаж ноября и декабря. Это самые богатые месяцы поступления доходов для них, и, соответственно, не уплачивают бюджет налоги. Предрождественские продажи и так далее. Недавно в одном видео я видела Германия, Испания, в которой очень сильные проблемы с количеством зараженных, заболевших и так далее. Никто из этих стран – Словакия, Чехия, никто из этих стран не подумал закрыть или запретить рождественские базарчики. Нам сказали, что у нас их не будет. И к чему это приведет? С позиции эпидемиологической защиты было бы лучше, чтобы люди ходили на рождественские базары по улице. Сейчас мороз. Мороз защищает от любых вирусов. Люди ходили, покупали бы подарки. Мы поддержали бы, с одной стороны, малый бизнес, с другой стороны, мы обеспечили бы действительно праздничное настроение, то есть моральную поддержку населению. А с третьей стороны, мы бы сократили количество заболевших. Ведь подарки-то сегодня все равно будут покупать. Но если нет рождественников-базарчика, куда за ними пойдут? В торговый центр. Совершенно верно. Что такое торговый центр? Толчий я. Толчий я. Не только, Абик. Ты забываешь, чем плохие торговые центры? Почему нужно было бы дать приоритеты в поддержку малым магазинчикам? В маленьких магазинчиках добровольно-принудительная вентиляция. То есть они вентилируются за счет того, что с улицы люди приходят. В первую очередь. А торговые центры как работают? Замкнутые пространства. Не только. У них же система кондиционирования, кондиционирования воздуха. Они гоняют один и тот же воздух по кругу. То есть априори торговые центры рассадники любых зараз. Когда люди там долго находятся. Там жарко. Люди потеют. Ты заходишь, там жарко внутри торгового центра. А ты должен надеть маску. Ты должен идти. Тебя эта маска, в принципе, если она рассчитана на пару часов, допустим, чтобы можно было в ней находиться, если ты одел свежую. Даже вот эту простую, которая в аптеке сегодня продается. Если летом я ее покупала за 30 центов, недавно убедилась только за 75 уже. То эта маска придет негодно через 15-20 минут. А дети же в этих центрах вообще без масок. Так что мы делаем, господа? Где ваша голова? Где господин Перевозчиков? Или господин Перевозчиков уже развелся с женой? И не понимает, что парикмахерская, маникюр, баня это нормальные, обязательные процедуры, которые поддерживают гигиену. Что, его жена не ходит в парикмахерскую? Или, извините, я когда слушаю ограничения, которые вводят наше правительство, у меня такое впечатление, что они живут с той структурой семьи, против которой борются. То есть, то, что мы имеем сегодня по выполнению бюджета. Я говорю в предыдущем часе с депутатом. Вот, фактически, если в субботу-воскресенье у нас, по крайней мере, продуктовые магазины открыты, даже маленькие, человек пошел, он купил, как я уже говорю, там, не знаю, хлеб, там, рыбу, мясо, колбасу, туалетную бумагу купил, даже зубную щетку он может купить, но он хочет купить носки, авторучку и одноразовую посуду, и он уже в субботу-воскресенье ее купить не может, как будто вирус именно на одноразовой посуде или на носках. Весь человек все равно уже пришел в магазин. Почему не дать позволить ему потратить деньги? Вот это я никак не могу понять. Ты знаешь, Абель, я вспоминаю, как мы с тобой разговаривали, если ты помнишь, 13 марта в пятницу, когда было объявлено первое чрезвычайное положение. Тогда мы рассматривали ту первую бумажку, которую выдало правительство. Если кто хочет, может посмотреть у вас архив на радиобалком хороший, и там мы четко рассматривали по пунктам, чего нету в этом распоряжении. И правительство четко выполнило то, что мы озвучили, чего они там не прописали. И, наверное, вот сегодняшняя ситуация с пандемией заключается в том, что мы с тобой в ноябре, 9 ноября или перед ним, не собрались и не рассказали правительству, что неплохо опять принято. Может быть, тогда было бы больше пользы. Правда, мы с тобой работаем бесплатно. Радиобалком компания частная. То есть, фактически все, что сегодня выдает правительство, это настолько детский лепет, настолько это идет в противовес задач, которые выдвигаются. Вот я недавно случайно посмотрела, ну, как бы вопрос такой, действительно, сегодня распространение вируса уже вышло из-под контроля. Никто не может сказать, где, от кого он заразился. Ну, кроме случаев, когда заразились целый коллектив. Это понятно, да. Да, но, опять-таки, пандемия у нас не в таком объеме, как она могла быть. Да, но, с другой стороны, мы же делаем все, чтобы мы каждую день в Латвию завозили вирус. Вот ты об этом знаешь? Причем за наши с тобой деньги. В аэропорту каждый день летают самолеты туда-назад, но только в Европу, на восток не летают, за океан не летают, только в Европу. Самолеты, порядка 10-15 самолетов, прилетают и улетают. Я никогда не поверю, что они пусты. Значит, постоянно кто-то прилетает, привозит откуда-то вирус. Это раз. Во-вторых, сейчас ситуация немножко иначе, чем она была весной. И то, что правительство не понимает, но это уже в силу того, что, извините, у власти у нас люди, которые получили бессистемное образование, их не обучали системному мировосприятию. Вся информация, которая презентуется, она настолько бессмысленна, что за кого хватаешься. Хорошо, у нас количество заболевших большое. Но весной все боялись, у нас из-за четырех заболевших, условно говоря, были закрыты все больницы. В этот раз поняли, что больницы закрывать нельзя. Теперь рассказывают, что большущая ситуация плоха. Так, ребята, давайте сделаем так. Давайте уточним вашу статистику. Количество заболевших. Сколько из них медиков? Вот критическим показателем для того, чтобы вводить чрезвычайное положение в медицине, является первая позиция. Вот за сегодня у нас 620 случаев ковида зафиксировано, из них 10 медиков. О, да, это проблема. Потому что эти медики должны удалиться домой, их места становятся пустые. Дальше. Ну, о проблеме о том, что у нас не подсчитывается количество выздоровевших, я уже не говорю. Но дальше должны сказать, у нас на сегодня есть 1000 коек, где мы можем лечить больных. На вчера у нас свободных мест было 200. Сегодня мы в больницу разместили еще 50. У нас на завтра свободных 150. Следующий день сообщения. У нас 1000 коек 150 вчера было свободных. 10 человек мы выписали, у нас плюс 160. Сегодня поместили в больницу 5 человек. Вот это информация, которая позволяет принимать грамотные решения. У нас же этого нет. Нам дают какие-то обрывки информации, кто-то где-то заразился и так далее. И что меня поражает, в отличие от других стран Европы, у нас нет заболевших среди правящей элиты практически. Вот на Украине президент заболел, а у нас наши министры куда-то летают постоянно, ходят, встречаются. И никто не заболел, кроме там одного-двух депутатов, которые непонятно где заразились. Правда, не так? Вот все-таки, возвращаясь к финансовым вопросам, не могу не спросить. Вот есть разная полемика, я так понимаю, и среди правящих депутатов, и даже евродепутатов. Ну вот Роберт Зилла из Брюсселя вещает, что вот сейчас не время экономить, надо даже увеличивать бюджетный дефицит. Другие говорят, что нет, нет, ну вот так вот деньги направо и налево нельзя разбрасываться, это же все новые заимствования кредитные, потом придется отдавать. Вот вы какой позиции здесь придерживаетесь? Я напомню, что вот сейчас в бюджете на следующий год 3,9 дефицит бюджета, и это, в принципе, самый большой дефицит за последние 10 лет, вот с момента того кризиса 2008 года, о котором ты говорила. Ну, ситуация какая? Для Латвии наличие бездефицитного бюджета это нонсенс. За 30 лет, по-моему, мы только один раз имели бездефицитный бюджет. Да, причем его один раз было, да. Да, которого быстро за это ушли. Потому что он сказал, что, ребята, мы структуру доходов-то пересмотрели, надо пересмотреть структуру расходов. И, по-моему, через 3 недели его ушли с премьерства после такого заявления. И здесь я тоже скажу, то есть бездефицитного бюджета в Латвии пока быть не может. Чтобы сделать бездефицитный бюджет, нужно пересмотреть структуру расходов бюджета. На это никто из правящей элиты не решится никогда. Поэтому это утопия фантазии. Вопрос второй. Я начинала с того, что господин Каринч не учится на опыте уже современной истории Латвии. Как бы я иронично не относилась к истории успеха господина Домбровскиса, но он совершил разумное, вынужденное действие. Возможно, потому что у него был хороший министр финансов, который умел считать деньги и умел понимать действия экономики. Это бывший господин банкир главный, господин Репши. У нас в банке Латвии, во главе Центробанка, не банкир. А что отсюда вытекает? У нас на сегодня три, у нас все время в стране было три аналитической команды, команды аналитиков, которые анализируют развитие экономики. Одна в банке Латвии, вторая в министерстве экономики, третья в министерстве финансов. Самая сильная команда аналитиков была в банке Латвии, но она была до того момента, пока банк Латвии возглавляли банкиры. Сегодня банк Латвии возглавляет, к сожалению, не банкир, а экономист, который побегал по всем банкам. Отсюда у него нету правильного макроэкономического мышления и мировосприятия. А если первое лицо не умеет правильно задать вопрос, то аналитик не может сделать правильное анализ, потому что аналитик отвечает на вопрос, который ему задали. И поэтому команда Банка Латвии сегодня сошла на нет. Аналитика. Вторая по силе команда была в министерстве финансов. Но там у нас точно такая же история. Министр финансов у нас сегодня никакой. По сути дела, те, кто любит собирать подписи, я бы рекомендовала начать сбор подписей за отставку господина министра финансов. Потому что то, что он творит, это уже не поддается никакому. Он, по сути дела, целенаправленно продавливает меры, разрушающие экономику в условии кризиса. Но третья команда, она была самая слабая в министерстве экономики. И ты меня спросил вначале, правильные ли цифры и так далее. Так вот, я утверждаю, что бюджет сделан неправильным. Почему? Потому что историю успеха господина Домовского, то, что в ней было позитивно, он реально сократил госаппарат на 10 тысяч должностей. Это было реально. Да, там были вакансии, но это было сделано. Два с половиной года он контролировал снижение расходов на содержание госаппарата. Что мы имеем сегодня? Это при том, что по сути дела можно говорить о сборах налогов. У Домбровского сбор налогов был, любимый ПВН был хуже, конечно, да, но ситуация-то приближается к тому, что было тогда. Мы делаем все, чтобы мы убили частный сектор в бизнесе и так далее. То есть, возможно, придется пересматривать доходы бюджета, потому что январские сборы будут несопоставимы с тем, что ожидается. Я уж не говорю о остальных мероприятиях. Поэтому господину Каренчу правильнее было бы сегодня не повышать зарплату госаппарат, а как они это сделали в этом бюджете, раздувая расходы, а сокращать госаппарат. Мы об этом говорили весной. Работа на удаленке должна оплачиваться не в полном размере, она должна оплачиваться в меньшем размере. И тот уровень выходящих документов, ну, самый последний, самый выпиющий фактор, вот это наконец мы дождались документа о пособии подыкставы. Да, по-простую. Да, но ты знаешь, какая там фишка? Первые правила Кабинета Министров об этом были приняты 10 ноября. Вступили в силу они с 17 ноября. Но 24 ноября были приняты еще одни правила Кабинета Министров, которые в эти правила внесли поправки. А для бизнеса реальный факт того, что можно получить пособие возникло в виде заявления в системе ЭДС только 1 декабря. То есть почти 3 недели наш госаппарат чиновники чего-то создавали. Но как заполнять это заявление и какие там указывать параметры налоговая инспекция рассказала 2 дня назад. А сроки подачи заявления за ноябрь знаешь какие? 15 декабря. 15 декабря последний день, да. Да. То есть простите меня опять идет обман и все прочее. То есть господин Карельч если он хочет выжить на этом посту а он заложник мы с тобой об этом говорили он заложник до выборов новый сейм вынужденный премьер больше другого нет и не будет никто не согласится даже если он подаст в остатку он станет техническим премьером и будет продолжать работать я рекомендовала бы ему все-таки пересмотреть штатное расписание сократить численность госаппарата учитывая что сегодня нету международных поездок командировок и так далее и не остается в ближайшее время да это ближайшее время можно говорить четко минимум год следующее да то есть вот здесь можно сократить на сегодня нам рассказывают что есть Карельч привез из Европы полтора миллиарда мы не знаем что это за полтора миллиарда где они есть чиновники собираются полтора года разрабатывать нормативные документы как эти денежки взять да это то что мы сегодня слышим то что с медициной творится я уже это вообще не подается описание мы тоже все-таки несмотря на то что не подается описание поговорим оставайтесь пожалуйста на связи буквально минута короткий перерыв еще раз добрый вечер Евгения Зайцева у нас на прямой связи посредством скайпа вот здесь наш радиослушатель спрашивает есть ли какая-то позитивная информация от госпожи Зайцевой действительно ли так все плохо и я бы добавил нас вообще что ждет вот при продолжении пандемии а видимо она будет продолжаться в январе и феврале и скорее всего в марте пока эта вакцинация только начнется нас вообще ожидает с точки зрения вот экономики тяжелое падение или какое-то вот легкое приземление ну экономика уже показала то есть я честно говоря мы когда с тобой предыдущий раз встречались я говорила что я удивлена что сбор налогов потеря сбора налогов не такая большая как могла быть и вот я долго размышляю смотрю и так далее и я думаю что мы еще не не закончили падать правительственные действия они по сути дела убивают малый бизнес то что господин министр финансов господин Рейерс продавил под якобы плохим действием плохой это видом налогообложения микропредприятия рассказывая сказки что заработники микропредприятия плательщики микроналога социально не защищены это честно говорю откровенная ложь абсолютно откровенная ложь пособие по дикставос весной получали работники микропредприятия то что сегодня сделано вот наконец сегодня опубликованы поправки в законах читать их у нас времени не осталось не осталось времени даже перестраивать бизнес тот же закон о микропредприятии перекручен так что там черт ногу сломит действует норма закона которая была до 31 12 будет действовать до 31 12 21 года ну что это за изложение закона не проще ли было статьи закона прописать а не действовать кого-то и так далее это отдельно дальше что дальше если будут продолжать жировать госаппарат госпредприятия он не может не жировать да вот вчера я буквально по-моему вчера или позавчера в Семе в комиссии отчитывался представитель Арбалтика я напомню на Дикстала Спабалста способия попростую весной за 3,5 месяца правительство потратило 59 миллионов вроде бы много а чтобы не сдох Арбалтик вот я грубо так говорю им дали 250 миллионов ну так скромненько и вот этот представитель Арбалтика отчитывался на комиссии Семе и он сказал дословно ну да мы летаем в принципе мы обеспечиваем полеты самолетов на самоокупаемости деньги которые мы получили 250 миллионов мы скушаем к лету следующего года потому что у нас негативный денежный поток минус 3 миллиона каждую неделю месяц а каждую неделю а почему негативный поток да потому что весь штат Арбалтика продолжает работать получая свои большие зарплаты или даже не работает как есть инсайдерская информация они отправлены по домам с сохранением заработной платы ну разве так можно жить в этой стране и результат налицо экономика падает и будет падать и вот ты знаешь что завтра мы уже должны были увидеть я думаю что все таки увидим первые всплески движения снизу движения которые не финансируются никем из-за рубежа это уже просто предел народного терпения господин Каренч хочет дождаться с помощью министра финансов социального взрыва и что он будет делать дальше да в этом бюджете повысили пособие но повысили пособие потому что так приказал сатвас мастеса да то есть но это опять-таки там повышение очень незначительное это еще не все господин Каренч не знает какая свинка ему подложена с 1 января следующего года что у него просто будет большущая проблема со сбором налогов по одной простой причине что в следующем году вступает в силу последнее действие налоговой реформы 2018 года то есть то что они накрутили сейчас которое вступает в силу с 1 января и то что будет этот объект обязательного социального страхования он якобы вступает в силу с 1 июля это еще мелочь это мелочь потому что с 1 января весь бизнес ждет такая приятная ситуация что все налоги платятся в один котел на один налоговый счет а потом налоговая инспекция будет с помощью своей специальной программы уплаченные налоги распределять по видам налогов и ты уже ни в коем случае как налогоплательщик не можешь повлиять какой же ты налог хочешь заплатить если у тебя не хватает денег как тебе да и это уже все эта система запущена если сегодня мы сначала с конца 90-х 2000-х 20 лет бухгалтера обучали предпринимателей директоров что первым надо уплатить социальный платеж они любимые ПВ приучили фактическое выполнение начисленного и уплаченного социального платежа процент превышает 90 с лишним почти по-моему 93 или 99 даже было я видела в информационных сообщениях то есть это самый лучший показатель и при этом нам продолжает рассказывать сказки что нету социальной защиты людей бизнес приучился первым платить социальный платеж а теперь кто будет первым теоретически будет социальный платеж но если денег не хватало раньше и висел долг по любимому ПВН или что-то другое но это долг висел а социальная защита людей была обеспечена сейчас же этого не будет если у тебя висят долги за предыдущие периоды ты выплачиваешь зарплату плачешь социальные платежи они пойдут в погашение любимого ПВН вот так это будет и что будет дальше я не знаю честно скажу я предполагаю дальнейшее падение поэтому позитива никакого нет может быть такой еще вопрос по поводу здравоохранения мы не будем обсуждать медицинский аспект но все-таки такой финансовый аспект я помню что много раз в предыдущих эфирах ты говорила о том что да деньги выделяются большие кстати все время больше и больше на медицину в последнем бюджете ну на нынешний год был более уже миллиарда на здравоохранение но как выясняется сейчас что все хронические проблемы которые вот мучили систему здравоохранения они все остались и нехватка персонала и низкие зарплаты персонала и ограниченное количество вот этих многопрофильных больниц да и вот сейчас мы с этим вот столкнулись с пандемией но ситуация очень простая опять отсутствует информация цифры мы никак не можем получить цифры никто не может получить цифры о том какая ситуация с количеством рабочих мест врачей или медперсонала и сколько фактически есть сколько каких услуг у нас оказывается так далее национал веселый центр он же не открывает эти цифры а как можно что-то планировать если ты не знаешь сейчас что-то срочно перепрофилируется но я уже сказала вот информация ну понимаете ладно пусть не публики но как должен был быть построить свою работу сегодня господин Каринч как это стандартно делается вообще на любом предприятии руководитель организации на данном случае страны должен каждый день в определенное время дня на свой стол получать листочек бумажки вот такой небольшой один листочек не больше чем формата А4 на котором прописаны цифры главные показатели которые нужно контролировать для господина Каринча цифры должны были так количество тестов количество выявленных заболевших количество помещенных в больнице количество коек в больницах а еще забыл сказать сколько из них медиков заболевших количество коек в больницах для ковида их заполненность плюс-минус какой остаток на конец дня вот эту информацию он должен получать каждый день по умолчанию на нее смотреть тогда вообще у него может появиться какое-то понимание ситуации я в свое время один раз была такая необходимость проконсультировать одного из высоких менеджеров Mercedes-Benz компании международной мы с коллегой пришли во время завтрака он попросил у нас возможность отвернуться и он включил компьютер и в течение пяти минут смотрел на компьютер что-то получал я задала ему глупый вопрос спросите а что вы смотрели он объяснил что он каждый день в 12 часов дня по Москве ну не знаю почему по Москве получает информацию пять показателей о работе Mercedes-Benz компании по всему миру то есть это стандартная процедура которую стандартный прием который должен использовать менеджер высшего звена если у меня нет этой информации регулярно я процессом не управляю я пропущу все дырки все возможности и тому подобное вот и все то есть мы имеем то же самое что было весной даже хуже потому что то что все ограничения это вообще не укладывается ни в логику ни в человеческое понимание и так далее действительно вот господин Орлов правильно сказал что похоже что они живут в другой стране и даже на другой планете те кто выдают это на гора вот интересно мы говорили по Каренче президент подписывая вот этот бюджетный пакет повозглашая выразил недоумение почему он как глава государства не был вовлечен в процесс принятия обсуждения бюджета в общем забыли о господине Левице не знаю тут смеяться или плакать это уже каждый сам пускай решает вот как бы это могло я как раз готовить я посмотрела это сообщение зашла на сайт и там было сообщение президента ну ты знаешь вот 11 месяцев этого года показали что у нас в стране вообще-то президента фактически нет да юром есть а де факто нет господин Левиц когда его избрали он избирался с претензией на то что он хочет быть отцом нации да да президента всех латвийцев да нет ну он так не сказал да у нас была госпожа президентша которая была не отцом нации но она выступала мамой нации она взяла Латвию за ручку привела ее в НАТО и в Евросоюз плохо ли хорошо но сегодня когда мы смотрим назад мы понимаем что это был солидный уровень это был уровень уважения к стране которой ты хочешь управлять как бы я не относилась к Вики Фрейберге но сегодня я понимаю что она была благо для страны а новый господин президент который претендует на должность отца нации что он сделал в чем заключается должность отца нации когда сложная ситуация отец нации выходит и успокаивает народ в первый локдаун мы его вообще не видели не слышали потом он появился и начал рассказывать нам о том что мы должны выздоравливать от пандемии на основе изучения и признания латышеского языка главной ценностью нашей жизни так это было по-моему сегодняшнее его послание это вообще документ который к президенту к должностям к функции президента не имеет никакого отношения если господин Левец считал что он должен участвовать в приеме документов по бюджету у него для этого есть все полномочия его предшественник заатлерс когда понимал что ситуация плохая что он сделал он стукнул кулаком пришел в здание кабинета министров собрал всех министров и сказал так сидим решаем как бы его не избирали где бы не избирали да что этот президент сделал во время бюджета мы его опять не видели не слышали что мы получили в его послании сегодня какой-то сын сынаем какого-то по сути дела документ послания какого-то юриста который где-то что-то порассуждал причем не по сути дела просите меня господин президент если вы президент если вы считаете себя юристом ну почитайте все-таки что такое должностные обязанности и права президента и что вы написали этот документ уже никуда не пойдет даже вообще я сначала подумала что можно оценить его как документ судей то есть господин президент у нас привык там съесть в суде европейском и рассуждать на какие-то юридические темы он этим занимался последние 10 лет да вот что-то такое примерно он там написал но какое-то имеет отношение к его обязанности президента претензии на быть главой отцом нации господин Каринч тоже плохо себя ведет в последнее время если весной он выступал активно проявлялся перед публикой то сейчас мы его почти не видим что происходит разве опыт весны не пригодился нет скорее всего наверное управляет страной не господин Каринч управляет господин министр финансов со своими советниками которые ни в финансах ни в экономике ничего не понимают может быть очередные схемы вот сейчас уже запущена это Райл Балтика и мне все время мучает один вопрос Абик почему вы как журналисты на всех презентациях Райл Балтика не зададите один простой вопрос знаешь какой какой же сейчас зададим вот следующий раз очень простой вопрос что и откуда будет перевозить Райл Балтика уточняю при этом Райл Балтика строится для того чтобы перевозить пассажиров и грузов от Варшавы до Таллина или Райл Балтика строится для того чтобы перевозить пассажиров из аэропорта Риги центр города Риги очень хаос вопрос он существенный потому что все что мы слышим все что презентуется нам все время рассказывают как будут разрушать Ригу чтобы построить Райл Балтику но это же не Райл Балтика Райл Балтика это дорога которая проходит вне Риги она от Бауски идет через Даугул она должна идти от Варшавы то есть от границы Польши и Литвы через Литву через Латвию до конца до Эстонии причем здесь этот отрезок на который вбухиваются деньги который презентуется за который хотят разрушить город что центр города что задвинья исторические районы я никак не могу понять журналисты вы что не понимаете Райл Балтик это дорога между тремя странами а нам всем рассказывают что строится дорога от центра Риги от Рига до аэропорта особенно сейчас нам никто из Евросоюза вот этот отрезок пути не будет компенсировать нас вводят заблуждение сегодня при этой ситуации которая есть нам не по карману такой отрезок пути учитывая что железная дорога наша действующая давно осозналась что у нее нет пассажиропотока кого же не собирается за эти миллиарды перевозить я уж не в этом железная дорога у нас свернула вот если ты обратил внимание может не обратил внимание железная дорога сняла рельсы которые проходили по улице экспорта в форт закончился транзит и они сняли рельсы Евгений Зайцев у нас был на прямой связи по скайпу я записал вопрос по поводу Райл Балтика это тема отдельного разговора обязательно зададим организаторам этого мегапроекта спасибо большое спасибо